Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июня, я вот вышла ответить на некоторые вопросы своих зрителей. Сейчас ответила на вопрос Зины о капельном поливе. И сразу хочу ответить, сейчас скажу, Нина Валиева написала, как не запутаться в таком количестве томатов, что она не видит у меня ни табличек, никаких ни бирок. Я отвечу еще раз. Зимой я говорила, и всем, кто был у меня на то время в подписчиках, я всем говорила, что очень легко без всяких бирок, без подписок высаживать по плану. Вот у меня планы посадок, это за прошлый год, старая тетрадка. Я вам покажу на ее примере. Кто-то уже, наверное, видел, что я там ходила по теплице, трясла вот этой бумажкой с наименованием сортов. Я так поступаю со всеми посадками, чтобы избавить себя от написания бирок, от втыкания. Кто-то втыкает ножики пластмассовые, кто-то веревочки какие-то, кто-то подписывает на палках. Все способы я испробовала, все хорошо, но способ занесения на бумагу самый лучший. Вот у меня в прошлом году грядка ленивка. Ничего сложного в этом нет. Я высаживала в два ряда, вот так же, строчками. И на ленивки, они же вообще у меня не подвязаны, ничего. Они до того переплетаются, что их потом никак не распознаешь. Там даже таблички поставить некуда. Ну нет там ничего, ни веревочек, ни этих. Вот я высаживаю и помечаю. Посадила белого на лево 7, потом идет взрыв, потом король-гигант, тут так же, тут Аляска, потом сибирский скороспелый. И когда я захожу на грядку, вот у меня, например, начало вот так вот. Я захожу здесь, здесь проход. Все, я вижу, что у меня здесь Аляска 8 кустов, а дальше пошел сибирский скороспелый. Никогда ничего не перепутывается. И еще я один секрет открывала, такой секрет, который секрет на весь свет. Чтобы еще сильнее не перепутаться, я стараюсь высаживать рядом сорта томатов или разного цвета, или разной формы. То есть вот в прошлом году у меня здесь висел Кенигсберг золотой. Потом если такой же, то, например, рубиновый кубок, он если форма такая же, то он красный. Кенигсберг золотой-желтый. Если пальчиковый, то, например, один красный, другой желтый. Чтобы сорт от сорта уже точно, определенно отличить. И у нас же очень много сортов, которые вот вообще никак не отличишь. Есть красных много. Вот, например, у меня Чудо-сад, Анжела-гигант, Инна, Король-гигант. Они вот, все вот эти гиганты, они все на одно лицо. Так же, как сердца все. Ну, сердцевидные. Вот они все на одно лицо, здесь все красные, крупные, их не отличишь никак. Я их чередую. Вот, например, Анжелу-гигант посадила, потом я высаживаю, например, гигант лимонный или гигант оранжевый, потом Инну сажу, потом опять какой-то желтоплодный или оранжевый, потом Король-гигант. И у меня красная, когда чередуется, например, с оранжевым или с мелкоплодным, тогда мне проще, мне даже не надо заглядывать в тетрадь. Я посмотрела, о, это Инна, это Анжела, а между ними перцевидный висит. Тоже высокорослый, эндотерминантный, но плоды другой формы. Все. Вот это как не забудется в наших томатах, как их различить. Я, конечно, их почти все знаю в лицо. Потому что некоторые, когда особенно с картофельными листьями, ими тоже удобно чередовать. Например, если одинаковых несколько сортов, но между ними вот сорта с картофельным листом, то он будет как бы ограничитель. Всегда запоминаю, так, до картофельки посадила одно, после картофельки садила другое. И вот эти вот, вот и перцы у меня также. Вот перец высадила в теплицу, пишу, тут 40 сари, тут Виктория, Геракл, Пурпурный колокол, все. Я захожу в теплицу, мне достаточно тетрадку открыть. Ну, некоторым может быть неудобно, конечно, по тетрадке, но зато не смоется, не выгорит. Унесли тетрадь, положили, особенно, я же делаю это для того, чтобы не перепутать семена. Мне это необходимо. Ну, и все люди желают, сейчас уже многие желают, высадить и все-таки узнать, какой это точно сорт растет. Потому что осенью буду учить вас еще раз, ну, не то, что учить вас, а показывать, как я собираю семена, и для того, чтобы собирать семена на будущий год, обязательно нужно знать, что это именно тот сорт, который вам нужен, а не просто его сорт-близнец. Все, до свидания. Вот этот небольшой видеоролик о том, как не запутаться с сортами, что нужно. Я вот применяю всегда план, уже отказалась от всех бирок, от всех ножей, пластмассовых ложек, от маркеров. Все это неудобно. Один раз нарисовала на весь сезон. Все, до свидания. Продолжение следует...